Здравствуйте, я Андрей Анистрат, бегущий банкир. Мне дали 5 дней срока, которые закончились сегодня, на то, чтобы я внес миллион долларов. Мы продолжаем подготовку к чемпионату мира. Я, к сожалению, не поеду, потому что милиционеры мне запретили ехать. Ты зарубил канал для того, что знал, что рано че пиздно тебе возьмут за жопу. Жопа ось моя, может показать ось. Зачем бороться до последней капли крови, когда можно забрать своих детей и просто уехать от проблем? Миллион мы вносить не будем, это нереально, это не будет, это деньги в никуда, это развод. У меня полно сил. Мне дали 5 дней срока, которые закончились сегодня, сегодня ночью, на то, чтобы я внес миллион долларов. Миллион долларов мы не насобираем. И смысла его вносить я не вижу. Я поясню почему. Миллион долларов – это цена моего нахождения на свободе. От того, что мы дадим им миллион долларов, ничего не поменяется. Они хотят меня запугать. Они хотят меня нагнуть. Просьба к суду или ходатайство к суду в мере пресечения, которое выглядит как содержание под стражей, она направлена на то, чтобы я был сговорчивее. Ко мне на протяжении трех лет посылали всяких ходунков, переговорщиков, решал, которые мне неоднозначно намекали на то, что можно закрыть вопрос, и назывались разные цифры. Эти цифры были неприемлемы, потому что… Потому что неприемлемы. Потому что, во-первых, у меня их нет. Во-вторых, я их не собираюсь давать. Я не собирался их занимать. Я не собирался выселять семью из дому. То есть, это в принципе невозможно. Теперь по сути. Многие не до конца понимают причинно-следственной связи, что произошло. Повторюсь еще раз. Это заказ, который прозвучал три года назад. Даже три с половиной, почти четыре года назад. И который реализовался в результате то, что банк перестал существовать. Уголовное дело, которое было открыто, оно было открыто раньше, чем банк перестал существовать. Это в следственных органах называется тема. Так вот, эту тему подхватили следователи ГСУ и начали крутить. Там есть определенные фигуранты. Вчера мне стали известны их имена, которые буквально в смысле это их бизнес. Они инвестируют в него. Они делают фуфловые экспертизы. Они комбинируют, они тусуют факты, публикации в интернете, которые тоже они делают. В результате получают дело и с этим делом их уходят в суд. Мало того, я вчера узнал вообще, для меня вообще это то, что они еще с судьями в связке. Что я могу сказать? Мы в пятницу подали апелляционную скарду, пользуясь моим конституционным правом на обжалование решения суда. Обжалование решения суда происходит по двум позициям. Первая позиция это то, что я не являюсь виновным и полностью отрицаю свою вину по данному подозрению. Второе, что я исключаю риск своего исчезновения в силу объективных обстоятельств, документарно подтверденных. Вчера ночью я узнал о рассмотрении этого дела в Киевском апелляционном суде, которое произойдет 4 сентября в 16.15. Докладывать будет Росик. Судья Лошевич и судья Дзюбин будут слушать его. Какие возможны варианты? Расскажу немножко в двух словах. Первый вариант это вчера следователь получил по Годжине, он согласовал в Генеральной прокуратуре новое ходатайство на содержание под стражей. Они не могут успокоиться, при том, что следователь очень со мной себя ведет корректно. Говорит, не, 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 я не собираюсь, я не хочу, это не я, это вот кто-то, это вот там в Генеральной, это где-то вот руководители, это кто-то. Ну, такие ментовские разводники. Хороший, плохой. Это первое. Второе, он все-таки будет подавать на ходатайство, на содержание под стражей и будет настаивать на том, чтобы, да, вчера мой контакт сказал мне, что это все сделано для того, чтобы я был сговорчивее, потому что я им уже морочу голову, я им уже морочу голову 3 года, а они рассчитывают на какой-то, какой-то фидбэк. Фидбэка не будет, дорогие друзья, фидбэка нет. Будет борьба, длинная и упорная, и по-честному, да. Теперь тот, кто не дослушал прошлые выпуски, я не говорю, что не надо, я считаю, что этот процесс надо довести по сути, и он уже попадет в суд. И мы в суде будем разбираться, кто прав, кто виноват. Я буду все делать публично, я буду все показывать, я буду все снимать, если этого не запретит судья. Оператор есть, техника налажена, монтировать мы умеем, все будет хорошо. Еще маленький нюанс. Судья во время заседания Пообещала, что 27 числа она огласит полный текст решения. 27 числа она была в отпуске, и 28 тоже была в отпуске. 27 был последний день внесения мною залога. И в 27 следователь пошел в ГПУ и получил новое подтверждение ходатайства на мое задержание под стражу. У меня, конечно, нет никаких там сомнений, но все-таки есть сомнения по поводу того, что эта вся тема работает в связке, что это не случайно. Я, конечно, понимаю, что были длинные выходные, и что судья, конечно же, могла поехать в отпуск, захватив еще два дня. Ну, как-то это ставит под сомнение вообще все, что происходит. Возможно, это был междусобойчик. Она оглашает, делает ссылку, уходит в отпуск. Без полного решения апелляции не может рассмотреть. Пока заканчиваются пять дней, и следаки идут и получают новую хвалу, и опять идут в Печерский. Теперь у нас существует два процесса. Один существует в Печерском по факту того, что я не выполнил решение суда по внесению залога. А второй у нас есть в апелляции, который будет рассматривать мою скаргу по поводу того, что неправильное решение Печерского. Соответственно, в силу того, что Печерский не озвучил вовремя, то он вообще, в принципе, нелегитимное решение. В общем-то, и оскарживать вроде как нечего. Короче, завязывается клубок. Я надеюсь на то, что благодаря публичности и благодаря вашей поддержке, я специально назвал фамилии, что решение суда будет объективным. И я смогу бороться не из Лукьяновского СИЗО, а со свободой. Повторюсь еще раз для всех, кто не понял, я никуда не уезжаю и уезжать не собираюсь. Советовать мне этого в комментариях не надо. Я очень признателен за эту безумно интересную идею, но я никуда не поеду. Спасибо еще раз всем, кто позвонил, предложил помощь, поддержку, кто направил соответствующий смс. Сейчас реально я могу сказать, что когда у меня плохое настроение, последних 3-4 дня, я захожу в комменты и оно у меня поднимается. Потому что я вижу ваши слова, ваши выражения, ваши слова поддержки, которые реально мне помогают жить. Я понимаю, что все, что я делаю, делаю не случайно и не зря. Потому что вы переживаете за меня. И если кто-то на самом деле сильно хочет помочь, приходите на Соломинку в 16.15. Заседание будет открытым. Я надеюсь на то, что суд примет правильное решение. И мы сразу после суда с вами пойдем и побегаем в Соломинский парк. Там красивые места и сможем провести время. И надеемся на лучшее. Потому что если эта вся история пойдет в другую сторону, я не знаю, кто в этой стране останется и зачем. Я всем... Я и так студентам всегда рекомендовал уезжать и пробовать себя за убежом. Но вот глядя на то, что я вчера увидел, я понял, что это совсем все грустно. Поэтому keep in touch и до встречи. Ставьте палец, делайте репост. Любое распространение информации будет воспринято с благодарностью. Спасибо. Друзья, мы с Андреем Мажарой, который после триатлон-кэмпа, анистра триатлон-кэмпа в Таиланде, зимой этого года. Андрей, гладиатор готовит. Не давал оставить. Зарубился с ребятами. Но они поставили по 1000 долларов за то, что в шестером поставили по 1000 долларов. Кто в 2018 году сделает быстрее всех половинку. Полгода готовился. В результате в Астане отобрался на чемпионат мира. Люди годами убиваются, чтобы отобраться на чемпионат мира. Но Андрюха счастливчик, потому что он ездит на BMW. Заряжается в струнбе. Потому что я съездил на твой кэмп, я получил правильную мотивацию. Вот самое главное в кэмпе – это мотивация. Плюс полезная информация. Мы сейчас бежим в легкую беговую тренировку. Андрей переехал на пустой машине. Не снимай где-то. Что говорить? Андрей, у тебя же канал не для губки. Пока мы будем бегать 45 минут, он быстро зарядится на струме. Потому что возле Праги здесь рядом есть бесплатная зарядка, но там долго. А здесь чуть-чуть за денежки – чуть-чуть. Но зато за 45 минут можно полностью зарядиться. Дорогие друзья, я решил публично откомментировать самые разные комментарии, которые в результате пришли под последним видео. Я публично это делаю, чтобы всем было понятно. Это разнообразные со всех сторон и плохие, и хорошие по-разному. Евгений Головко, где можно посмотреть полное заседание без брания и меры пресечения. Можно посмотреть это вживую 4 сентября в 16.50 в здании апелляционного суда города Киева на Соломинской площади. Запись у меня есть, там ничего интересного нету, кроме того, что судья быстро говорит, а прокурор сбивчиво говорит на украинском языке. Собственно, если вы сильно настаиваете, я могу попробовать попросить ребят, чтобы они смонтировали исходник и просто дать вам ссылку, чтобы вы посмотрели. Если вы сильно настаиваете. Но кроме вас никто не просит, поэтому я считаю, что это слишком. Дмитро Кочурин. Зачем бороться до последней капли крови, когда можно забрать своих детей и просто уехать от проблем? Хороший вопрос. Я его задавал себе много раз. Первое. Это не мой путь. Второе. Я люблю Украину. Не хочу отсюда никуда уезжать. Третье. Я не совершал преступления. Четвертое. Если уезжать, то надо уезжать осознанно, как абсолютно свободный человек с чистой репутацией. Я не исключаю, что в старости я буду жить где-то за рубежом или периодически буду жить где-то за рубежом и возвращаться домой. Но это будет в старости. У меня сейчас очень дееспособное настроение и состояние. Я хочу масштаба. Я хочу заниматься масштабным. Я с удовольствием занимаюсь каналом. Мне очень нравится то, что я делаю. И я буду максимально делать все усилия для того, чтобы это получалось. И хочу очень довести свою невинность до конца. Здесь официально, открыто, спокойно. Я не хочу, чтобы кто-то обо мне что-то плохое говорил. Безоснователь. Дима Проли. Дима Проли. Можете ли вы вставить в следующем выпуске реквизиты, куда желающие могли бы сбросить деньги? Таких много. К каждому можно произойти. Удачи. Друзья, я не хочу этого делать и не буду этого делать, потому что я считаю, что собирать деньги на ментов – это трэш. В данном случае налицо совершенно четкое вымогательство. Я не хочу вас втягивать в эту ситуацию, тем более деньгами. Была неплохая идея дать реквизиты, собрать, а потом, если не понадобится, то отдать на благотворительность. Тоже не хочу. Я не хочу, чтобы даже один из 20 подписчиков сказал, что это лохотрон. Никаких денег мне не надо, миллион мы вносить не будем, это нереально, это не будет, это деньги в никуда, это развод, это чистая вода развод со стороны руководителей следствия ГСУ Украины, плюс там ежесними, там есть группа такого народу, плюс следыки из Генеральной прокуратуры. Я этого делать не буду. На них я у вас денег просить не буду. Если и буду когда-нибудь просить, то может быть на какой-то бизнес-проект, возможно, который будет иметь публичную огласку и окраску, иметь какой-то социальный характер. Если вам некуда потратить деньги, отправьте их в фонд «Запорука», я его давал в реквизиты много раз на деток, вот они там правильно ними распоряжаются. Александр Корнилюк, какое отношение ваше занятие спортом оправдывает данную ситуацию? Какое отношение ваше занятие спортом оправдывает данную ситуацию? Да оно не оправдывает в эту ситуацию. Я просто, используя свою публичность, публично говорю о том, что со мной происходит. Я ни в коем случае не оправдываю ситуацию. Я акцентирую внимание, что я за справедливое развитие ситуации в рамках по закону, в рамках закона. Я не хочу судиться из камеры в СИЗО, в которую меня пытаются привязать группа вымогателей, которые ничего, кроме как вымогать, не умеют и не делали в этой жизни. То есть они ни единого преступления не раскрыли в своей жизни. Они только вымогают, они продают индульгенцию. Это группа мошенников и коррупционеров. Чего не уехал с семьей? Ведь если ты не виноват, ты знаешь, какая у нас в стране система. Мы рождены, чтобы сказку сделать были. Я верю в хорошее и верю в то, что система окажется в конце концов справедливой по отношению ко мне. Даже благодаря тому привлечению к этой ситуации вашего внимания. Для меня очень важна ваша поддержка. И я уверен, что если существует вселенская карма, она будет на нашей стороне, потому что у меня позитивная карма. Павел Бандура. Андрей, чем помочь? Приехать на суд нет возможности. Сходите 4-го, 9-го в церковь и поставьте за меня свечку. И попросите молиться за меня. Я думаю, что это будет эффективно. Роман Киселев. Можете ли написать фамилии чиновника и в должности, которые ведут следствие? Мы сделаем их очень известными. Мы с вами, Андрей. Ну, следователь ГСУ Украины, майор Олег Громадский. Он сейчас находится в таком статусе, вот прям такой вежливый, вежливый и очень себя достойно вел на обыске. Не так, как в прошлый раз. В прошлый раз он зашел с видом победителя. Я потом попросил Валю убрать детей, которые начали плакать, потому что к нам в дом вломилось человек 15 в униформах. Преступника пришли ловить. Сейчас пришли все очень корректно. Единственное, что ему не понравилось, что Соломия ходила за следственной группой в момент следствия и смотрела, где происходят обыски. Что-то даже шутила по этому поводу. Когда я у Соломии спросил, ты не испугалась? Она говорит, нет, у нас же часто какие-то люди приходят. Поэтому вид следователей у нее не вызвал что-то из ряда вон выходящее. Ну, а по поводу заказчика этой всей темы. Знаете, я не имею стопроцентного подтверждения по этому поводу. У меня есть предположение, но когда я получу стопроцентное подтверждение, я обязательно эти имена озвучу. Я вам сказал фамилию следователя. Он во время обыска все время ходил с кем-то, разговаривал и с кем-то согласовывал свои действия. Кто это был, я не знаю. Мы продолжаем подготовку к чемпионату мира в ЮАР. Я, к сожалению, не поеду, потому что милиционеры мне запретили ехать. Поэтому Андрей поедет сам. Сейчас мы сделаем такую интересную велотренировку. Суть ее заключается в том, что нужно определенное время, в данном случае это будет час, держать одну очень высокую скорость. Обычно велоспортсмены делают эту тренировку за мопедами или за мотоциклами. Но от мопеда всегда дым. А раз уж Андрей приехал на электрокаре, то мы попробуем сделать это за электрической машиной, от которой дыма как от холодильника. Поэтому сейчас поедем, наверное, саракес, проедем час, вернемся и поделимся впечатлениями. А уже через несколько дней у Андрея будет старт в ЮАР. Для любого человека плюс этой тренировки состоит в том, что у тебя мышцы работают циклично и привыкают работать определенное время в очень одинаковом режиме. Эта тренировка вообще делается на жесткой сцепке, не на стандартном велосипеде, а на трековом желательно. Для того, чтобы вообще-вообще были одинаково цикличные движения по одинаковой мощности. Продолжение следует... Александр Загриев. Чем вы отличаетесь от Бахматюка из два банка, в котором вкладчики потеряли свои деньги? Хотите, чтобы люди закрыли глаза на прошлое пиаря свои сейчас спортивные достижения? Два вопроса. Я не хочу, чтобы люди закрыли глаза на прошлое пиаря свои спортивные достижения. Второе. Я не помню вашу фамилию среди вкладчиков. Чем я отличаюсь от Бахматюка? Ну, наверное, в тактильном ощущении я отличаюсь следующим. У Бахматюка лишних 15 килограмм веса. Он выше меня. У него черные волосы и он чуть-чуть младше меня. Он ездит на 600-ом Мерседесе с несколькими ленд-крузерами охраны, а я езжу на BMW-единичке. Я не летаю на самолете, не отдыхаю в Мальдивах. Это из тактильного. Если говорить по ВАБанку, у меня не было рефинансирования Национального банка, у меня не было государственных денег. Мне не помогал ни руководитель Нацбанка, ни премьер-министр. Я небольшой банк. Был на момент принятия решения о ликвидации 48-й в рейтинге украинских банков. Я не брал деньги от госкорпораций, не получал государственного финансирования. У меня ничего этого нет. Кроме того, я не финансировал собственный бизнес из банка, а я работал исключительно в рынке. Собственно, вот этим я отличаюсь от Бахматюка. В принципе, больше ничего, наверное. Хотя, по-моему, он из Западной Украины, я родился в Киеве. Матвей Аксенов. Зачем вы манипулируете людьми, рассказывая, меня обвиняют в том, что я украл деньги у самого себя? Отвечу на этот вопрос. Я не манипулирую людьми. Я к банку относился как к своему ребенку. Я говорил об этом Валерии Гондаревой 27 апреля 2015 года, когда я был у нее на приеме. Ее это очень взбесило почему-то. Мало того, могу вам сказать, что в банке остались все накопления моих родителей за последних 20 лет пенсионера. В банке остались деньги моего старшего сына и в банке остались все мои депозитные деньги, которые у меня были на момент объявления меня проблемным 30 апреля. Собственно, поэтому я не манипулирую, я говорю правду. Второе. Это же деньги вкладчиков. Ну, вкладчиками в данном случае являлся и я, и мои родители, и моя семья. Банк не смог выернуть деньги, потому что проводил рисковые операции. Деньги выдавались ненадежным контрагентам. По этому поводу я могу сказать, что банк не устоял, потому что пошла волна отбора вкладов из-за признания нас проблемными по субъективным причинам. Плюс по рынку ходила информация о том, что у меня проблемы с Ложкиным. В банке не могут быть все активы в высоколиквидных деньгах, в кэше, для того, чтобы взять и сразу всем отдать, потому что нечем будет платить ставку по депозитам. Депозитная ставка является результатом двух факторов. Первое. Это рынок. Второе. Это та доходность, которую может обеспечить банк своими активами. Если ставка депозитная высокая, то кредитовать можно только очень дорого. Или дорого просто. Мы не кредитовали ниже ставки, и при этом мы не ввели в сверхрисковую позицию, потому что мы не кредитовали пустышки. Собственно, вот так. Практически по всем кредитам у нас были поруки бенефициаров, физлиц. У нас были залоги, у нас была масса активов. Но судьбу сейчас активов я не знаю, потому что в банке я не был, начиная с 6 июня 2015 года. Дух предков. Вы, будучи банкиром в нашей коррупционной системе, не использовали с тенью. Коломойский тоже якобы у себя украл, но по факту вышел из привата миллиард долларов под залог нашей собственности. Действия Коломойского я не буду комментировать, потому что не знаю их достоверно, ничего утверждать не могу. Я никакие деньги из банка не выводил, тем более под залог вашей недвижимости и собственности. Поэтому, пользовался ли я тенью, я отвечу на этот вопрос так. Ответить на этот вопрос отрицательно не может ни один человек в этой стране. Ни один, подчеркиваю. Сказать, насколько я ей пользовался, какая разница. Если вы переходили когда-то в неположенном месте дорогу, значит вы нарушали административный кодекс. Значит, чем ваше правонарушение отличается от превышения скорости на дороге. Поэтому тенью я, наверное, все-таки пользовался. Много ли пользовался, немало, это уже такой вопрос отдельный. Занимался ли я этим? Нет, не занимался. Собственно, больше, наверное, сложно откомментировать. Не буду комментировать этого идиота, потому что все, что у меня возникает в ответ на такие комментарии, это послать нахрен, но в силу того, что мой канал смотрят мои дети и моя мама, я этого делать не буду. Ярослав Кидяев, почему у Черняка не вышло видео на канал Big Money, удалили анонс, совпадение. С Евгением я не общался лично с апреля месяца. В Фейсбуке мы переписывались и дискутировали на эту тему накануне моей сотки, соответственно, около недели назад. Почему убрал, не знаю. Спрашивать не знаю, вопрос не по адресу, спросите у него. Всем, кто хочет меня увидеть у Черняка на канале, сделайте хэштег «Верни бегущего банкира» и под любым видео у него на канале, может быть, это ему поможет выставить это интервью. Ты сделал канал для того, чтобы знал, что рано или пиздно тебя возьмут за жопу? Ну, за жопу меня никто не взял, жопа ось моя, могу показать, ось, ось, никто не взял, вона вильна, да? А с точки зрения, канал был сделан в 2013 году, не под эту думку, он был сделан в формате поляризации бега, и я выкладывал все, что касается бега и треатлона. Для того, чтобы популяризовать бег и треатлон в нашей стране и за ее межами. На жаль, сейчас я обязан публиковать эту историю, потому что она значным чином меня сейчас держит и захопает. Например, сейчас под вопросом поездки на чемпионат света с треатлоном на конференцию речной ITU, которая будет в Австралии, потому что, если мне следствие не позволить, то все полетит в там трамп-тарарам. Боевое, как холодильник работает, а твой диск, тут разбегались все косули по сторонам. Мы едем, а там косули по лесу так, кабаны. Да вообще офигенская тренировка, офигенская Андрюха готов. Точно не замкнут его, это главное. Группа конкурентная 30-30, ой, извините, 35-40, 90-94, там вообще только приезжаешь, сразу выиграешь, вот вообще сразу выиграешь. Называется группа 80 Endolder. Если ты приехал на аэронмен, значит, ты выиграешь. И значит, ты гарантированно попал на, ну, дальше, на чемпионат шипов. Андрей Львов, Андрей Львов, Андрей Львов, з вами Югачкін. Югачкін шестерки бояться публічности. Югачкін, чекаем у повної гласности и прізвища деталей. Питание в том, что на деякие питания с приводу слідства, навіть и стану банку национальный кредит я не могу, потому что сейчас идет слідство, я не хочу заводить ничем людям. Стосовно прозвища я обовязково буду давать все, что касается. Сегодня дата заседания и час заседания апелляции – это 4 вересня 16.15 в помещении апелляционного суду в Киеве на Соломенской площади. Если кто-то хочет меня поддерживать, я запрошу всех желающих прийти и поддерживать меня и обещаю, что я с вами после этого побегу, если меня не закроют и не выберут такую миру за побежного захода. Александр Кротков. Уверен, что дело заказное. Хотели ли узнать, кто и зачем? Не боитесь, что ваш канал превратится в час суда? Что такое час суда, я не знаю. Не боюсь, во что он превратится. Дело заказное. Да, заказное. Я вчера услышал в кулуарах имена заказчиков. Я услышал даже, что это у них ООО, потому что бы получить с анистрата деньги. К сожалению, эти дятлы не могут понять, что я вышел с банка без денег. Поэтому они продолжают ковыряться, ковыряться, ковыряться и сами себя злят. Это, знаете, такая вот игра с самим собой. Вроде бы и занимаются чем-то, думают, что они делают хорошее дело. Мало того, пытаются убедить всех вокруг, что они делают хорошее дело. На самом деле, они чистые злодеи, коррупционеры, руки по локоть в дерьме, имени нету, ничего нету. Есть вымогательство и разбой, и коррупция. Это хэштеги, которые стоят напротив этих фамилий. Не хочу дальше погружаться в эту ситуацию. Фамилии буду давать по мере того, как буду понимать 100% то, что именно это они. Сейчас хочу побыстрее закончить этот процесс. Хочу его сделать публичным. Буду делать трансляции, не трансляции, а записи всех заседаний суда. Надеюсь, что это поможет всем понять, в чем система, в чем есть суть правоохранительной и судебной системы в нашей стране. Модена Корп, а куда лист делись 25 миллионов долларов за счетом Банк Фрик, ЭКО, АГЭ, Элькстенштейн. Могу сказать одно в сегодняшнем статусе процесса. На момент моего ухода из банка деньги были в банке, и деньги из банка никуда не выводились. Собственно, это придется доказывать в случае, если дело дойдет до суда, и меня сделают подозреваемым. Я это смогу доказать. Надеюсь, что я это смогу доказать. Главное, чтобы суд принял мои аргументы и опросил тех свидетелей, которых посчитают нужным. Кроме того, ну, собственно, все на этом. Оглашать какие-то другие детали я не могу в силу того, что, еще раз повторюсь, я не хочу навредить другим людям. И не хочу, чтобы это стало причиной того, что кто-то пострадал за меня. Игорь Гулай, прессуют ли за анонс с Черняком? Удачи, поддерживаем вас. Огромное спасибо за поддержку, за слова поддержки. Я очень много услышал их и прочитал за последних несколько дней. Я безумно благодарен всем, кто меня поддерживает, кто писал мне, звонил, предлагал помощь. Мало того, это люди из разных стран. Огромное спасибо. Не думаю, что это из-за анонса с Черняком. Там действительно прозвучала фамилия Ложкин. Не знаю, хватит ли мужества у Евгения опубликовать это интервью. Пока ждем. Там, на самом деле, ничего такого нет. Там просто он зацепил эту тему, и я ему ответил, как все было на самом деле. Спасибо. Спасибо за поддержку. Все будет классно. У меня полно сил. Следующий чекпорн 4.09.16.15. До свидания, дорогие друзья. Андрей, хотелось бы обратиться к тебе с просьбой дать автомобиль покататься на вечер, поехать по дискотекам. Ко мне сегодня приехал один товарищ блогер. Он из Москвы такой хохмач, такой с бородой бегает. Плюс мустанг, и мы сегодня что-то подснимем, какой-то видос. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok